приветствуем в очередной раз приветствуем дорогих слушателей нашего подкаста это подкаст от i speak lodge и сегодня он у нас пройдет немножко необычном формате ну то есть в обычном но немножко необычном что у нас поменялось у нас теперь есть возможность связаться с нашим другом из иркутска который очень помогает нам в процессе разработки и по плану у нас сегодня вот николай будет допрашивать петра а петр будет уходить от ответа вот собственно привет николай привет наша задача загнать петра в угол так привет петр здравствуй вася можешь там по ту сторону что-нибудь сказать типа привет егор как там в иркутске здравствуй петр но уже вечереет но я еще не сплю ради тебя я никогда не сплю в любой момент обращайся хорошо его вот ну собственно начинайте надо чтобы было интересно итак для тех кто еще может быть этого не знает петр в нашей студии с самого начала от самых истоков еще в 2001 году мы познакомились в общежитии физтеха где нас собственно познакомил айрат и петр пришел к нам в команду именно в тот самый момент когда мы решили что мор будет не визуальной новеллой а большой полноценной трехмерной игрой и айрат пригласил петра именно как специалиста по трехмерному пространству и вообще всяческому 3d с тех самых пор петр занимать нашей студии невероятно ключевую такую должность то есть это если там сравнить нашу студию с механизмом то петр это вот тот узел на самом деле такой центральный на котором завязано очень много процессов из-за этого петр катастрофически перегружен это человек который обычно приходит в студию если не раньше всех то одним из самых первых обычно я когда прихожу он уже здесь а уходит последним то есть обычно даже если в действие вот я ухожу а петр все еще остается то есть я даже не очень понимаю когда он спит и вообще когда у него остается время на какую-то свою жизнь на петре завязано очень много задач то есть петр начнём с того что он собирает город то есть петр это такой главный строитель архитектор который работает с этим огромным уровнем в котором множество объектов у этих объектов множество свойств и в общем петр такой главный один из главных технологов в нашей команде из-за этого петра дергают все Пётр нужен для того, чтобы снимать видео, Пётр нужен для того, чтобы оптимизировать производительность, Пётр нужен для того, чтобы ставить объекты, Пётр нужен, чтобы ставить звуки. Вот Василий даже с Пётром постоянно работает, потому что Пётр вместе с Васей вручную расставляет звуки. Но уже не работаем, на самом деле, не так близко, потому что сейчас всё-таки уже оптимизировали этот процесс, я могу делать частично самостоятельно. Ну, в общем, да, Пётр – это такой человек-оркестр, который действительно делает множество всего. И, ну, на самом деле, в идеале было бы склонировать Петра для того, чтобы вот три, а лучше пятеро таких вот братьев-близнецов Петра, собственно, делали то, что сейчас делает вот этот один-единственный человек. Хитёрты. Да, в связи с этим, Петь, на самом деле у меня к тебе вопрос. Я человек технически плохо подкованный, и я такой не один в нашей студии. И на самом деле всем очень интересно, чем же ты, блин, всё время занят. Потому что всякий раз, когда к тебе подходим или там я, или Лю, или ещё кто-то, ну, обычно у тебя есть какая-то очень важная задача, которую ты не можешь прям сию минуту отложить, чтобы, ну, например, там, перенастроить в сцене свет или там поставить какого-нибудь персонажа. Ты всё время занят. Вот расскажи, чем, собственно, ты занят? Ну, давай возьмём хотя бы твой вчерашний день. Вот что ты делал? Вчера было воскресенье, я отдыхал. Ладно, в душе пятницу возьмём. Странно, кстати, потому что обычно в воскресенье Петр тоже работает, но вчера, видно, был такой исключительный воскресенье. Доброе воскресенье. Вообще, на самом деле, как мне недавно рассказали, моя должность по факту называется технический аэродиректор. Но это не тот человек, который сидит и занимается там графикой, это типа, ну, визуал не с точки зрения, вот как будет выглядеть там персонаж, как будет выглядеть дом, как будет выглядеть вообще сцена, общая атмосфера сцены будет выглядеть. Основная задача заключается в том, чтобы добиться того, чтобы сцена, ну, всё это выглядело так, как задумал, ну, арт-директор, который, собственно говоря, этим занимается. А я занимаюсь именно вот технической стороной этого вопроса, чтобы свет правильно стоял, чтобы цвет был правильный, персонажики были освещённые правильные, ну, и так далее, и тому подобное. И там, ну, это что-то между артистами, которые рисуют ручками картинки, и программерами, которые ручками картинки совсем не рисуют. Материализация чувственных идей. Ну, назовём это так. В знаменитом фильме. Ну, да. Ну, а в пятницу я занимался тем, что экспериментировал в тестовой сцене с глобальным освещением на примере отдельного взятого домика. Смотрел, чего можно добиться от движка Unity, не просадив FPS до двух кадров в секунду, при этом, чтобы всё красиво смотрелось. То есть, по большому счёту, как бы, там всё достаточно понятно, но вот именно если использовать только средства Unity, то есть определённые ограничения, приходится им следовать и приходится подбирать параметры, подбирать там параметры света, параметры всяких там окклюжинов, параметры постэффектов и так далее. Давай попробуем. Звучит не очень интересно, да? На самом деле звучит интересно, но давайте попробуем представить, что... Обратите к тем из наших слушателей, которые вообще плохо себе представляют, что такое движок. Например, камнем. Да, ну все знают, что, как бы, движки — это, ну, как бы, это фундамент любой игры. Там можно выбрать движок, там, Unreal Engine, можно выбрать движок Unity, можно свой движок написать. Но, собственно, вот включает человек компьютер, перед ним рабочий стол. И вот куда он кликает дальше, чтобы в этот движок, собственно, войти? И что перед ним открывает? На иконку движка. Кликает, соответственно, на иконку, запускается некий редактор, который обычно называют визивик-редактор, ну, что вижу... What you see is what you get. Да. В котором, собственно, и собирается основная сцена, или там много сцен, которые потом подгружаются в процессе и показываются на экране. Сначала, как бы, показываются на экране кучи всяких технической информации, а после того, как там уже все подготовлено для того, чтобы запустить, можно нажать кнопочку play и посмотреть, как это будет на самом деле. Ну, и, соответственно, внутри этого редактора у нас происходит настройка всей этой кучи свойств, которые упоминал Николай. Ну, и... А дальше это уже много скучных подробностей. Угу. Ну, если вот эти подробности как-то перевести на такой понятный детский язык, да, я правильно понимаю, что там множество... Ну, как, грубо говоря, если открыть, допустим, в Photoshop. У нас в Photoshop тоже мы можем загрузить, да, простое очень изображение, а дальше открывается множество каких-то опций, с помощью которых его можно обработать. И в Unity, если я правильно понимаю, происходит то же самое, да, то есть каждому объекту назначаются какие-то свойства. Правильно? И дальше ты с ними уже начинаешь колдовать. Сравнение с Photoshop, мне кажется, не очень корректно. Это немножко все-таки другое. Загружается редактор, далее там загружаем некий объект. Например, домик. Домик представляет из себя 3D-модель, у которой назначено энное количество материалов. Там для стен, для крыши, для фундамента. Ну, насколько посчитал моделлер нужным разбить этот домик материалов. Вот столько там материалов. А далее эти материалы все нужно настроить. То есть настроить для каждого материала нужный шейдер. В каждом материале прописать там Normal Map, Specular Map, Gloss Map, Diffuse. Чтобы все это при освещении смотрелось типа как настоящее. Ну, или близко к тому. Все зависит от того, какую стилистику мы выберем. Но у нас больше стилистика тяготеет к реалистичности. Поэтому пытаемся добиться того, чтобы все это выглядело как в жизни. Ну, снега, конечно, стилизацией присуща. Ну, далее, кроме всего прочего, этому объекту. Это просто то его как бы оболочка внешняя, то, как он выглядит. Но, кроме всего прочего, у него должна быть физика, у него должна быть всякие окклюжины, которые отсекают. Будут его отсекать и отсекать другие объекты, которые не были видны в сцене. Ну, там, в некоторых случаях нужно Shadow Map, не Shadow Map, а Shadow Caster поставить, который будет отбрасывать тень, чтобы не этот дом отбрасывал тень, а вот именно другой объект отбрасывал тень, который имитирует этот дом для оптимизации. Ну, и при этом, как бы, у тебя в сцене таких объектов десятки, а может быть, и сотни тысяч. Нет, значит, ну, скорее, там, если в целом, в отдельно взятой сцене, наверное, сотни. Если брать все сцены, конечно же, тысячи объектов. Они, безусловно, многие дублируются, но, тем не менее... Работы хватает. Да, работы хватает. Ну, это просто то, что и касается движка Unity, но в силу того, что у нас, скажем так, есть дополнительная программа, которая работает отдельно от движка Unity, в которой и прописывается вся логика игры, ну, потому что наши программисты так решили. Это наш редактор. Да, редактор. Соответственно, в Unity еще дополнительно нужно там множество объектов настроить свойства, для того, чтобы эти объекты стали видны в редакторе, и ими те программисты, которые занимаются скриптованием, могли каким-то образом управлять. То есть, там, открывать, закрывать двери, там, что-то включать, что-то выключать и так далее. То есть, ты еще и фактически обеспечиваешь, ну, как бы, связку объектов, с которыми ты работаешь в редакторе Unity, с нашим игровым редактором. Потому что, если вдруг, там, у тебя в редакторе Unity все работает нормально, а в игровом редакторе вдруг этот объект как-то с косяками отображается или функционирует не так, как хотят от него программисты, да, то, опять же, это исправляешь ты, получается. Тут, скорее, все-таки я в меньшей степени в вашем. Мне просто нужно назначить свойства для объекта. Ну, определенные свойства, главное с ним не ошибиться. Ну, а далее, как бы, уже, в принципе, моя роль достаточно мала в этом отношении, в связке. Но просто объектов, которым нужно назначить свойства, достаточно много. Приходится этому довольно много уделять внимания. Плюс, слава богу, не только я один могу эти свойства назначать. Там можно, там, сцены разделить на подсцены. И каждый пусть себе назначает то, что ему нужно. Да, каждый, вот, например, Василий может, там, у него есть собственные звуковые сцены, в которых он расставляет звуки и назначает им свойства, а они, как бы, автоматически попадают, вот, все эти объекты... Все потом сшиваются уже, да, в проект. Да, видны в редакторе, в проекте, в редакторе, ну, и с ними можно работать. Соответственно, распараллеливание, безусловно, какое-то идет, потому что, если бы я один все этим занимался на этом проекте, это было бы совсем тяжело, просто умер. Это было бы нереалистично. Скажи, пожалуйста, еще вот что. Если я правильно понимаю, у нас так был построен наш, собственно, производственный процесс, что тебе приходилось какие-то вещи переделывать по нескольку раз. Например, вот недавно мы с тобой ходили курить, и ты говоришь, мне, наверное, придется снова назначать, переназначать лоды. Ну, про лоды сейчас, наверное, ты лучше меня расскажешь, да, но, насколько вот это понял, опять же, я, лоды – это, ну, некие упрощенные оболочки объектов, которые позволяют с меньшими производственными затратами, с меньшими ресурсами отрисовывать картинку на экране, чтобы дом, который, вы видите, вдалеке отрисовывался не полностью со всеми ресурсами, да, а отрисовывался бы, ну, его, скажем так, дубль некий упрощенный, да, правильно? Да, совершенно верно. Вот почему же тебе приходится делать это снова и снова? Потому что часто вот я встречаюсь с тем, что ты там сердишься, ругаешься, потому что ты говоришь, опять, черт побери, там, надо все переназначать. Вот почему так получается? Ну, это довольно-таки очевидный процесс. Не только мы сталкиваемся с подобными проблемами. Все довольно просто. То есть ресурсы компьютера, как известно, достаточно ограничены. И если, например, попытаться загрузить в память компьютера весь город, как он есть, без упрощения, то все взорвется просто. ФП станет отрицательным. Да. Скорее всего, компьютер просто повесен и откажется работать. Соответственно, у нас там сделаны лоды для домиков, не только для домиков. Практически каждый объект имеет лоды. Но, тем не менее, если брать конкретный момент, почему нам придется, скорее всего, еще раз пересобрать не лоды, а пересобрать город. Потому что у нас хоть и есть лоды, но все объекты, которые имеют лоды, они как бы выставляются на уровень и загружаются сразу. И практически весь город хранится сразу в памяти. Сейчас мы хотим от этого избавиться и сделать возможность отгружать ненужные объекты, которые хранятся в памяти. То есть, как бы сделать стриминг объектов. За счет чего количество объектов, хранящихся в памяти, обрабатываемых логикой движка, должно сильно сократиться. И в итоге мы очень надеемся, что у нас поднимется ФПС. Петр прямо охрип, потому что на самом деле он не привык столько говорить. Петр, мне кажется, сейчас произнес больше слов, чем он обычно произносит за месяц. За все время. С 2012 года. С 2012 года это самая длинная речь от него, которую я слышал. Ну да, Петр так по-спартански очень. Три фразы уронит и сразу... Ну зато всем становится не по себе от этих фраз. Всем становится все понятно. Слушай. Всем крепко, не по себе. А вот еще, ну сейчас, прежде чем я передам слово Егору, который как бы со стороны игроков, которые ждут нашу игру, наверное, задаст какие-то вопросы. Типа, ребят, что ж так долго-то все? Я еще хочу тебя спросить. Вот если я правильно понимаю, большая часть еще всех этих там переделок каких-то, наших там факапов и вообще технических сложностей была связана с тем, что мы неудачно выбрали движок для нашей большой игры. И, насколько я помню, опять же, ты человек не очень эмоциональный, но вот количество эмоций, которые от тебя, именно эмоции таких не самых радостных, были в адрес Unity озвучены, оно, пожалуй, ну вот зашкаливает просто. Тебе не нравится Unity, правда? Ну не то, чтобы он мне не нравится. Тебе надо что-нибудь горяченького попить, да? Да, наверное. Ну это сейчас принесем. Я тебе кофеечку принесу пока, а ты говори. Я на пять минут, да, отойду? Хорошо. Тебе рассказывай, пацаны. Не стоит говорить, подождать Николая. Можешь. Ну что ж, мы вернулись после небольшого кофе-брейка. И продолжаем. Теперь, собственно, Николай, как-то переведи историю. Ты у нас ведущий сегодня? Ну, так вот, Unity. Собственно, чем он хорош, чем он, может быть, не очень хорош? Вот что нам мешает с Unity? Почему для нас это проблема? Unity, нельзя сказать, что плохо. Хороший движок. Может быть, мы его немножко не в привычной сфере используем, что ли. Хотя, безусловно, на Unity есть тоже игры с открытым миром. Но другие движки, которые пришли в мир раньше, чем в Unity, и в них эти проблемы решались изначально, например, не были заточены для решения, для построения открытых миров. Или там просто средства для построения этих открытых миров имеют значительно более давнюю историю. Соответственно, они значительно лучше проработаны. Они, может быть, и больше подходили бы для наших задач. Но в тот момент, когда мы выбирали движок, Unity, по сравнению с всеми остальными, был значительно более выгоден чисто финансово. Да. Потому что там Unreal и CryEngine, они стоили каких-то невероятных денег. И это просто было бы для нас в тот момент неподъемно. Ну, чтобы брать их на большой проект, надо было быть большой компанией, получается. Да, совершенно верно. Плюс у нас еще был законченный проект Тук-Тук-Тук. Он хоть и небольшой, но тем не менее был готовый проект, который там портировал был на все платформы, всевозможные платформы. И мы с ним были уже как бы знакомы. И, соответственно, мы решили, что давайте попробуем сделать на Unity. И нельзя сказать, что там нет нужных средств, которые необходимы для построения открытого мира. Просто, возможно, мы не совсем, что ли, эффективно их используем. Ну, плюс еще, например, у нас нет доступа к открытому коду Unity. То есть для нас коды Unity не открыты. Возможно, у нас была бы такая опция. Многие вещи решались бы проще, и мы бы сделали все намного проще и быстрее. То есть мы прям взяли бы, залезли и сами переписали. Да, но это, конечно, в свою очередь... Слово open source. Да, но не слово open source. Это просто дополнительные деньги. Это уж денег стоит. Денег имеешь в виду внутренних наших затрат? Нет, не внутренних. Дело в том, что можно договорившись с Unity, заплатив им денег за поддержку, они как бы предоставляют тебе открытый код, и ты можешь в него влезать и как бы менять под себя что-то. Это, безусловно... Доконструктив. Да, но... Круто. Жадные ребята. Ну, это, скорее, все-таки у программистов надо спрашивать. Это, конечно, в свою очередь несется в другие риски, потому что мы за время разработки проекта там уже сменили бог за массовкой версии движка, и мы довольно безболезненно переходим к новой, к новой, к новой версии движка, при этом практически ничего не теряя, и получая дополнительные фичи, средства разработки, которые встраиваются в Unity. А если бы мы меняли код изначально, то нам пришлось бы эти изменения тащить через все эти новые версии или просто остаться на той первой версии, с которой мы начали и с которой мы изначально работали. А это, безусловно, как бы с учетом того, что Unity движок очень быстро сейчас развивается, несло бы определенные риски. Мы бы не смогли использовать новые фичи, которые появляются в новых версиях. Ну вот на самом деле, я не зря задал тебе вопрос про Unity, потому что среди наших слушателей немало людей, которые хотят начать делать свою игру. И вообще считается, что Unity – один из таких наиболее дружелюбных и подходящих движков именно для начинающих инди-разработчиков. И мне уже несколько раз приходилось слушать такие слова, что вот я тоже хочу сделать игру большую, прямо чтобы это был тоже open world, и там был большой мир. И как раз на Unity собираюсь все это делать. И когда я осторожно говорю, что я, конечно, не специалист, но вроде бы Unity не очень хорошо для этого пассажировал, нам говорят, ну вы же делаете, значит, у вас получается, значит, и у меня может получиться. Так вот, скажем, в связи с этим, вот когда Unity стал преподносить нам, ну скажем так, сюрпризы? Когда вот была первая ситуация, например, когда мы вдруг поняли, что опа, а вот теперь на Unity мы не можем сделать то, что собирались? Было такое? Ну нет, тут скорее не было такого, а то были некоторые неоправдавшиеся ожидания. Когда мы начинали только, мы говоря с представителями Unity, слышали от них, что они… Особенно с одним представителем. Что в ближайшее время Unity собирается переделывать там террейн, делать по-человечески там траву, делать именно вот те фичи, которые нам нужны для открытого мира, которые в Unity реализованы довольно-таки… Упрощенно. Ну, да, не на продвинутом уровне. С этим тоже можно работать, неким образом дописывая там всякие ассеты под это. Но, безусловно, работа там с террейном и с травой, например, довольно-таки посредственно реализована. И хотелось бы лучше. Но как вот Unity не сложилось, приходится работать с тем, что есть до сих пор. Ну, как бы отвечая на вопрос Николая, если вы начинающий разработчик и собираетесь сделать открытый мир, подумайте над чем-нибудь другим, не над открытым миром, а над чем-нибудь, что там укладывается в небольшого размера локации. Это очень сильно упростит вам жизнь. И в Unity, и в Unreal, и где бы то ни было. Но если вы таки решили связаться с открытым миром, то в Unreal, безусловно, значительно больше инструментов для его построения. В CryEngine значительно больше инструментов для его построения. В Unity тоже все можно делать, то же самое. Но некоторые инструменты приходится крафтить. Ну, скажем так, все будет либо не так красиво, либо вы на это потратите значительно больше времени. А я вот, кстати, раньше думал, что главная у нас сложность получилась с освещением. Потому что ни трава, ни террейн, а именно освещение вроде бы не позволяет создавать какие-то реалистичные, опять же, там, пейзажи, сцены. Или это дело в том, что у нас такой мир, что там погода все время меняется, и поэтому нельзя как бы сделать такое вшитое освещение, да? Просто особенность игры в том, что у нас меняется погода постоянно. Погода и время суток. Не то, чтобы в Unity нет средств для того, чтобы все это красиво показывать, но просто добиться идеальной картинки в каждый момент времени, когда у тебя там вечер и пасмурно. Эта задача значительно сложнее, нежели чем просто взять какой-то определенный период времени, времени суток, даже не период, а определенный момент времени суток, с определенным освещением, с определенными, там, погодными условиями, и отработать его так, чтобы он выглядел интересно и красиво. Слушай, а на Unreal нам проще удалось этого добиться? Я думаю, что на Unreal мы столкнулись бы примерно с теми же проблемами. Единственное, что там проще делать, вот, открытое окружение, красиво рисовать поверхность, красиво рисовать правильно травку, там больше возможностей по кастомизации травы и проще ее там рассаживать, условно говоря. Ну, то есть, получается все-таки, что не так уж в Unity плох. Нет, он не плох, просто средства... Для открытого мира. Да, для открытого мира средства несколько хуже, чем в других движках, которые для этого рассчитаны. У нас такой скайбокс, я обратил внимание, что у нас, если пасмурно, то небо покрыто облаками прямо сплошь, как одеялом. А если мы сделаем в облаках какие-то прорехи, сквозь которые солнце сможет время от времени выглядывать, ну, знаешь, как там, в летнюю грозу, раз, что-то дырки в облаках, и прямо засверкало, засияло, там, минут на 10, а потом опять скрылось. Потом еще раз. У нас вот мы можем что-то подобное сделать? Скрафтить? Скрафтить тяжело, потому что все-таки солнце летает по небосклону, и облачка у нас генерятся процедурно. Не то, чтобы процедурно. Это текстура, на которой могут облака расползаться и сползаться. То есть, мы не можем сделать, чтобы вот где-то в каком-то определенном месте была прореха, где солнце. Либо мы можем сделать небо, в котором есть куски чистого неба, либо у нас будет полностью все в облаках. Можно, конечно, сделать, чтобы кое-где все-таки оставались дырки для солнца, и сквозь эти дырки светило бы солнце. Возможно, так и придется сделать. Но пока что у нас в основном все очень пасмурно, солнца мало. Из-за этого картинка пока что недостаточно сочная, как хотелось. Ну что, Егор, наверное, мне стоит уже тебе передать слово. И давайте я еще два слова про Егора расскажу тем, кто о Егоре не знает. Я думаю, что никто не знает. С Егором мы познакомились уже давным-давно, еще когда мы делали тургор. Егор приехал из Иркутска и сказал, ребята, кто из вас жил в Иркутске? Мы сказали, да никто не жил. Егор сказал, этого не может быть, потому что ваш город из Мора, это же просто некий такой трибют к Иркутску. Не может такого быть, что вы, ни разу не быв в Иркутске, настолько точно воссоздали какие-то иркутские моменты. Мы сказали, нет, никто не был. Егор сказал, ну, значит, это судьба. И так мы стали с Егором дружить. Оказалось, что Егор человек невероятно разносторонний. Я всегда мечтал жить такой жизнью, в которой живет Егор. Ну, например, в какой-то момент после Эврики... Давай махнемся. Егор чуть не затащил меня с ним вместе добывать золото. Значит, там, где-то на Яблоновом хребте. Вот. И я прям всерьез начал этим заниматься, там, уже потихоньку стал докупать всякое оборудование, там, и книжки почитывать, как там золото правильно моют. Вот. Хорошо, что мы туда не поехали, а то, возможно, этот разговор сегодня бы не состоялся. Да уж. Ни с моей, ни с твоей стороны был такой шанс. Вот. В общем, Егор интересный человек, Егор археолог. Егор прекрасно знает, как бы, историю своего края, причем чуть ли не от неолита и до наших дней. Там, недавно Егор приезжал и рассказывал потрясающие истории о байкальских ледоколах, которые в гражданскую войну использовались как боевые корабли. Ангара и Байкал, да, Егор? Как они называются? Да. Да, нет, байкальский ледокол, это понятно, просто у меня здесь немножко прерывается связь. Да, да. Просто, ну, это какая-то уникальная такая разносторонность, которая почему-то в твоем, Николай, значит, в твоих словах немножечко напоминает такую, знаешь, классическую академическую сумасшедшинку. Я все-таки надеюсь, что я ее в жизни как-то избегаю. Я разносторонний человек не только академически, но еще и в целом жизненно. Я только что рассказывал о том, как ты золото там добываешь. Ну, да, это и есть в жизни, но... Да, то есть, если бы я там как-то академическим образом, значит, золото там добывал, исследовал, нет, я просто хотел жадно нажиться, но, к сожалению, ничего не вышло. Я не могу. Я просто тоже, у меня впечатление, например, первое впечатление от Николая и от Петра, это было какое-то совершенно на свое время грандиозное. Причем я даже не уверен, от кого больше. То есть, мы когда встретились с Николаем, у меня был какой-то такой... Это вообще единственный раз в жизни, когда идеализированный образ человека, который ты создаешь себе на основании... Ну, то есть, как-то правильно сформулировать, да, то есть, есть там произведение великого писателя, да, там, значит, фильм великого режиссера-кинематографиста. Предположим, театральная обосновка великого театрального режиссера, и ты представляешь себе этого человека, что это вот должен быть сгусток всяческих плюсов и добродетелей, рисуешь этого человека себе как бы некоторый внутренний образ, этот внутренний образ на самом деле никогда не совпадает с действительностью, как и этим планом сражения не удерживает столкновение с реальным противником. И вот и реалистичность всей этой ситуации, когда мы встретились с Николаем, была в том, что я, как вообразил человека, такой он и был. Вот. Ну, это такая... Впоследствии все, конечно, как сказать, многослойность, как и свойственно любому человеку, она дала о себе знать, и, значит, как огромная этажерка в Николае, как и во всех моих друзьях раскрывались какие-то внутренние горизонты, но первое впечатление было таким, как будто я попал в книжку. То есть вот некоторый человек, которого я себе представил, то есть я поиграл в Мор, у меня есть чудесный, значит, друг и функционер старого Моровского форума Михаил Вайтвинд. Михаил в свое время пришел ко мне с горящими глазами, это было еще в эпоху, значит, компакт-дисков, и давай мне совать этот компакт-диск с какой-то непонятной игрой. Говорит, давай, дружище, поиграй в нее немедленно. Я, вот, у меня был чем-то постоянно занят, я говорил, Миша, спасибо, дружище, большое. Теперь, может быть, ты домой уже пойдешь, на самом деле. На самом деле это было несколько раз. Потом в какой-то момент у меня доконал окончательно, я решил, что я поиграю, скажу, что игра полная ерунда, значит, верну ему диск, он мне уже наконец-то отвяжется. Вот, я поиграл где-то, наверное, ну, то есть, очень важная такая дефиниция, что сейчас вот я читаю форум, значит, читаю, значит, смотрю сообщения ВКонтакте и не ввязываюсь уже в эти обсуждения, потому что люди сильно моложе меня. То есть, современный контингент, который я, то есть, искренне, когда был запущен ремейк, я полагал, что сейчас это будет собрание таких стариков, да, то есть, людей, которые поиграли в игру «Полигон» в 2005 году. Ну, или, как я, я, по-моему, поиграл в 2007 или 2008 году. Вот, что сейчас вот, молдфлаги будут все раздать, утереть, значит, какие-то свои невероятные темы, а то, как там угол падения равное углу отражения при попадании пули в голову, значит, бандита на улице. Но нет, какая-то совершеннейшая молодежь оказалась в первых рядах из Тайкопа, уже вообще никого не слышно. То есть, например, ни я, ни Михаил, уже дома ничего не комментируем, ничего не пишем, потому что мы уже даже не знаем, каким образом с этими людьми общаться. Вот, из какого-то своего отдельного мира, и, наверное, они ждут какой-то свой отдельный морд, не такой, который, значит, уже эти долгие годы ожидаю я. Ну вот. Да, да? Да, давай, я по праву модератора немножечко вернула нас к Петру, потому что у нас, как бы, сегодня Петр главный герой подкаста, а мы с тобой его, как бы, интервьюируем. Да, ну вот я еще один маленький момент, чтобы когда я впервые видел Петра, Петр, как бы, классически в петровской манере отреагировал, мы с ним поздоровались, он, по-моему, в тот момент делал Леврику, и он продолжил работать, мы там как-то все веселились, значит, я и студия, значит, а Петр продолжал делать, 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 и я помню, что я засыпал, когда уже на студии, то есть это было очень давно, и тогда еще можно было таким образом попасть, и когда я засыпал, я видел, что Петр продолжает работать. Ну, очень-очень похожая картина, да. Так она обычно и бывает. Петр, Петр, ты меня слышишь? Да, прекрасно. Да, вот у меня, на самом деле, есть ряд вопросов, уж коли сегодня визуально-графической составляющей и составляющей аппаратной, у нас разговор идет, мой первый вопрос по поводу, как раз было освещение, но так уже про него заговорили, то есть предусматриваясь, предусматривается, я понимаю, обыкновенное освещение, то есть обычное уличное освещение, это солнечный свет, а освещение внутри помещения, то есть помнится, в оригинальном море были газовые рожки, они были, конечно, не похожи на газовые рожки, но тем не менее, как я понимаю, задумывались они как газовые рожки, то есть у нас искусственное освещение в море каким образом будет реализовано, То есть в помещениях ночью? В помещениях ночью будет искусственное освещение. Ну, насчёт газовых рожков не скажу, я не знаю, но скорее всё-таки это будет газовое освещение предполагаться. Ну, это просто некий светильник на стене, который излучает свет. Представляет себя точечный источник света. Точечный источник. Просто я к чему по поводу света интересуюсь? Есть цветность света, потому что есть в разных сценах, в разных произведениях искусства, в основном в кинематографе, есть очень интересные моменты, визуальные, по освещению. Освещение, по-моему, впервые это использовано, по-моему, у Мурнау, на сферату, когда разная цветность сепий была в кадре. То есть когда радостный день, она жёлтая какая-то сепия, когда там мрачная синяя, когда сцена убийства, она красноватая. То есть не сценарно, не будет ли это интересно обыграно, потому что в Старом море время от времени глючил, видимо, движок, и такие моменты были, когда была... Может, это моя сборка была такая неудачная. Когда ты входишь в какую-то комнату, там какие-то действия, и там цветность разная, освещение. То есть о таком моменте они думали? Разное цветное освещение. Если я правильно помню, то у нас в зависимости от того, в каком ты доме находишься, заражённый он... Нет, это да, это было... Но это такой макромасштаб, то есть это сохранится? Да, это сохранится, но это как бы будет не только в доме, но ещё на улице. Но смысл в чём? То, что в Старом море у нас были эндоры, они отделены были от окружения, то есть от улицы совсем были отделены. То есть это просто отдельная сцена, которая загружается, которая имеет своё собственное всегда искусственное освещение. Другого варианта просто не было. Окна были изнутри заколочены. Как бы не видно было улицы. А то есть сейчас всё-таки будут какие-то открытые проёмы, да? Да. Верные оконные? Тут будет всё. И двери, и окна, они как бы открыты. Но есть некоторые ограничения. То есть снаружи то, что внутри, не будет видно. Но когда заходишь в помещение, оно будет подгружаться, ты открываешь дверь, оно уже есть. И изнутри улицу видно. И освещение внутри будет формироваться. Если это день, то это будет просто дневное освещение внутри помещения. Благо в Unity есть специальное средство для этого, так называемый Enlighten, которое позволяет в зависимости от того, что на улице, какое освещение на улице, формировать освещение внутри помещения. То есть концепция, извини, то есть концепция заколоченного дома, как у Эдгара Пуана, вот будет здесь немножко такая видоизменённая. Нет, ну почему? То есть снаружи квартал заколоченные дома заколоченные, а внутри всё-таки можно выглянуть через щели. Да, можно выглянуть. Но тем не менее, то, какое будет освещение внутри, мы же можем по постэффектам обрабатывать картинку так, как мы хотим. Соответственно, если там достаточно темно и ничего не видно, будут, конечно же, гореть какие-то искусственные источники. И плюс ко всему, эта картинка будет каким-то образом постэффектами обработана, чтобы наиболее соответствовать конкретному моменту игры. То есть если заражён Эндор, то одно, заколоченное – другое, просто Эндор – это третье. Нет, это просто немножко не о степени заражения, я о настроении. То есть если будут какие-то, я, конечно, не говорю о кастовых сценах, я говорю о том, что может быть какие-то определённые эффекты, связанные с настроением, со физическим состоянием героя. А это как бы одно с другим связано? И правда не очень понимаю, причём здесь привязка к месту конкретному не очень понятна. Нет, не обязательно конкретному месту, просто я говорю именно о драматичности моментов сюжетных. Если бы они были сюжетные моменты какие-то, сконцентрированные в каких-то отдельных помещениях, например, дома главных героев. В принципе, мне понятен ответ. Что ещё я бы хотел задать из вопросов из таких именно по визуальной составляющей. По визуальной составляющей. Вот я сейчас смотрю на последнюю выложенную в группе картинку. Мне здесь очень интересен момент, что, например, дизайн немного изменён относительно первоначальных задумок, относительно тех скетчей, которых я видел. То есть всё-таки будет в сторону упрощения. То есть Unity не позволяет сделать массу мелких предметов. Интересно, а какая-то картинка я просто не могу сказать. Детализация. А вот последнее обращение у меня к странице Моровской, как бы ВКонтакте. Проращиваем локации, которые... Ну, насколько я понимаю, это внутреннее помещение управы. И оно... Ну, здесь как-то преднамеренно упрощено, что ли. А, точно, преднамеренно упрощено. Ну, да. Там, безусловно, может быть масса всего дополнительного. Да, просто момент, который бы хотелось узнать. Детализация при виде от первого лица. Когда, например, ты приближаешься к столу, у него разложены определенные предметы, да. То есть я-то интересуюсь не столько техническим вопросом, я здесь некомпетентен. Я интересуюсь вопросом создания настроения посредством технических каких-то решений. То есть если какое-то количество предметов, например, у нас в шкафу, в комоде, на комоде, на этом, да, и разбросанное на полу, то есть насколько это все будет юзабельные объекты, будут ли эти объекты как-то взаимодействовать между собой там. То есть не грубый вариант извлечения, шестеренки из механизма, но какие-то более сложные, там ключ в часах, еще что-нибудь. То есть насколько юнити на это способен? Насколько это... Юнити способен. Насколько это как бы оправдано? Мы не способны. Юнити способен, что это реалистично. Вопрос в том, что выдаёшь столько всего, что мы просто не сможем. То есть здесь мы сделаем где-то ключ, а во всех остальных местах не сделаем ключ. Это будет несколько странно смотреться. У нас просто не хватит ресурсов, чтобы проработать мир, чтобы они в каждом месте можно было взаимодействовать с любыми предметами, которые есть. Просто мне интересно даже, что вопрос-то был не конкретной какой-то комнате, которая будет хорошо проработана, а остальные нет. Вопрос о в целом детализации мира, насколько это будет. То есть какой-то пример, может быть, ты приведёшь. Я не говорю, насколько там можно будет всё ломать, например, крушить. Насколько там можно будет двигать стулья, прикодировать мебелью от заражённых дверей. Боюсь, что... Отвечаю на твой вопрос прямо, боюсь, что нет. Двигать стулья, прикодировать двери, передвигать предметы, скорее всего, будет нереально. Нет, этот вопрос был таким для меня персонально уточняющим, потому что, как бы, завица всё-таки тайны над... Механикой игры для меня всё существует. Но для меня, как для старого игрока, это не сильно важно. То есть это был вопрос уточняющий, но не означает, что я там этого прошу и требую. Вот просто мне вот... Да, то есть меня, например, мы с Николаем вопрос уже обсуждали несколько раз, что меня вполне устраивал и старый мор. Ну, то есть графической составляющей, потому что мне всегда была важна, более важна идея, более важна была рассказанная история. Но здесь тут, я понимаю, уже новое поколение, уже, значит, старыми шутками никого не удивишь. Какие-то ещё вопросы по... У меня там были, на самом деле, по открытому миру, то есть насколько... То есть я понимаю, там ещё будет проработана степь. Да, будут достаточно большие открытые пространства степи, ну, не знаю, уйти вдаль нельзя будет, там будет как-то безусловное ограничение, но хотелось бы сосредоточиться на некоторых моментах степи для того, чтобы придать вот некоторое настроение степи, чтобы можно было пойти в степь, там, в лапы... Ну, чтобы это было забавным опытом. Да, чтобы это был некий экспириенс. Насколько это возможно? Продумывался сам момент. То есть, в принципе, механизмы работы города, да, механизмы понимания игроком города в процессе игры, они, ну, наверное, не могут корненным образом отличаться от каких-то таких же механизмов других игрок, в которых присутствует тоже, там, город, дома, строение, улицы. А вот степь — это интересный момент. То есть, например, прекрасно были показаны несколько лет назад в игре Dear Esther как Человек с транспортом под открытым пространством острова. Дорогая Esther. Да, да. По-моему, кстати, мне как раз вы рекомендовали ее. Вот. И вопрос такой, что каким образом... Ну, там, понятно, что на движке Half-Life было все это реализовано. Кстати говоря, это собрали на Unity, если я правильно помню. Или это другая игра? Нет, нет, нет. По-моему, все-таки на Unity. Не берусь сказать, не моя область. А вот и вопрос, то есть, каким образом будет реализована степь? То есть, и тем более, что ты сказал, что существует ограничение, ну, то есть, в разговоре уже прозвучало, что существует ограничение в, так сказать, в размере как бы кластера этого самого открытого мира, что лучше все-таки делать маленькими комнатками или там небольшими полигодами, а тут такое большое открытое пространство. Нет, тут вопрос открытого пространства. Когда большое открытое пространство и там есть только травка, это относительно более простой, ну, легко решаемый момент. Тут проблема, когда у тебя много всяких сложных объектов вокруг их надо подгрузить потом отгрузить когда ты просто в степи находишься это как раз более-менее решаемый момент единственно что там есть некоторые ограничения на то насколько может быть красивый трейн ну хотя над трейном еще поработаем хотелось бы более там продвинутую траву чтобы как-то более реалистично что ли все все это смотрелось чтобы собиратели все-таки собирали какие-то избранные элементы не просто пучки рвали да нет даже не в этом дело чтобы и я про визуальную часть говорю чтобы она была прям как настоящая чтобы все было красиво чтобы степь такая вдохновляла что передать ну да на этом ходе вопрос то есть в оригинальном море была такая опция это сбор значит растений значит используемых значит в промысле мясников дикоростов я понимаю что это тоже будет реализовано в новом море да безусловно вот и то есть какие-то модели отдельные да то есть да безусловно конечно как это будет выглядеть но это будет примерно так же выглядеть как и в старом море единственно что постараемся все это вписать в общее в общее окружение чтобы она не выбивалась стилистически я не знаю как бы с одной стороны если ты как впишешь травку который где-то там растет которую надо собирать в общее окружение так что она будет ну не все чтобы сливаться надо будет долго упорно искать это может быть будет не очень интересная игровая механика то есть нужно каким-то образом все-таки подчеркивать то что тебе нужно собрать чтобы у тебя не было потрачено кучу времени на просто то чтобы набрать травы потому что не знаю выдать герою ботанический справочник там растет в низинах возле водоемов какой-нибудь такой очень серьезный квест чтобы собирание травы превратилась в поставить уже там в старом море можно было купить чтобы вот скажем персонажи игроки которые заморочены по вопросу собирать там читали справочник ползали значит в этом начале уже другой это скорее геймплейная механика вот ты вот это скорее все-таки к николаю не знаю готов ли он выдать ботанический справочник игроку чтобы он я готов выдать николаю ботанический справочник есть василий который сам по себе ботанический справочник да мы не можем же каждому игроку предложить василия я могу такую деталь сказать потому что петр опять же говорил больше про внешний вид за что как встроить в траву собираемые активные стебли это действительно задачи ну прямо скажем не самая сложная а вот я могу сказать что когда мы только начинали и мы искали референсы для травы то была такая задача у нас идеальная это постараться сделать так чтобы трава напоминала такую свалявшуюся шерсть животного и мы нашли в общем подходящий фотореференс или действительно как бы такая трава есть но как бы такая густая действительно слипшиеся что ли частично прибитая к земле и вот я помню как я счастливый прибежал к петру и говорю петр вот смотри смотри вот такую траву нам надо а петр помрачнева сказал нет николай забудь навсегда такой травы как раз у нас не будет именно потому что unity не умеет и о боже мой я весь прям паник ну тогда петр посмотрел на мое печальное лицо и чтобы я не разрыдался прямо на мете сказал ну знаешь что не грусти может быть в будущем мы что-нибудь придумаем вероятно петр говорит как раз про это что возможно мы может и не добьемся вот прямо идеального совпадения с этим фотореференсом который это был прям такой ну впечатляющий очень такая там трава интересная но что-то среднее между вот этим ну таким среднерусским лугом который в первом море был и ну такой более степной действительно вот ветром есть ли продуваемый такой пригибаемый травой может мы сумеем сделать а уж как встроить в эту траву там стебельки ну знаешь правда придумаем это не снять его скорее говорил про именно про экспириенс по сбору травы это да который должен по его насколько стебель будет интересно ну не знаю сложный наверное момент отправить игрока искать траву вот такой вот геймплейный элемент понимаешь в условиях ограниченного времени егор когда действительно у тебя главный твой ресурс это время и у тебя вот каждый день ты понимаешь что минуты истекают и это в общем приближает тебя неумолимо к концу и что-то там происходит в городе важное а ты вот сейчас в степи тут спроса справочник ходишь все-таки как вспомогательный такой как вспомогательная локация большая но вспомогательная не совсем я скорее про сбор травы говорил что сбор травы не должен но за сложной задачи когда-то прям не заходишь типа на неделю в степи со справочником да и там укроперлись нет возможно это будет длс на неделю в степи давайте вообще деть на приключение одонга да вот это я это вообще к о том какие грубо говоря то есть приезжая в город в новый да узнаешь какие там развлечения какие развлечения будут в степи то есть какие там кроме то есть в первом море была такая столовая степь неестественно из такой соляное озеро значит в неваде на котором почему-то росли какие-то растения вот сейчас то есть я понимаю то есть я видел некоторые модели некоторые значит примеры что все таки это будет больше похоже на настоящий рельеф и то есть какие там будут там кочевья будут а донга то будут ли эти кочевья каким-то образом прорисованы да то есть или тот также будут стоять отдельные юрты там пасущиеся быки стоящие быки первом море это все было ограничено всякими оградами и богам практически никогда подойти было нельзя а сейчас можно ли будет например идти и там как у североамериканских индейцев стадо бизонов просто от горизонта до горизонта проходить и через них пройти не может иначе тебя затопчут такие вот вопросы они конечно больше наверное все таки к игровой механике или сценарию тем не менее то есть если это будет как-то будет реализовано и будет ли реализовано ну во первых никогда я не знаю что ты имел ввиду соляном обе срывом в неваде но болото болото у нас таки сохранится там болото что-то будет расти если я правильно помню мы все еще не отказались от идеи деревни до деревни о донгах который может будет сходить и как бы ознакомиться с их бытом изнутри то есть некоторая вот есть город а есть деревня донгах который все по-своему конечно мы собрали на деньги на нее это была одна из дополнительных целей у нас что прям такие просторы луга холмы и бизоны и бизоны наверное там не получится но какие-то луга холмы наверное все таки будут благо вы вроде там есть некоторое количество места чтобы можно было человеку ознакомиться да там блин такое футбольное поле по моему нет просто как и как игрока меня например всегда очень сильно расстраивало то что степь такая маленькая то есть если город это скажем так вот чина бакалавра больше да то есть какого-то такого заезжего столичного персонажа куда классического такого героя романтического то все-таки степь это что-то ближе к гору спеку и гору спек должен был там как-то в ней находиться то есть как сын этих бескрайних территорий вот меня тоже это просто время интересовал почему-то гору спек он как бы тоже действует в городе время от времени ходит степь но она для двух героев она идентична здесь вот не интересный момент будет ли для него скажем так это отдельное более выстроенный как город выстроенная будет для бакалавра со своей стороны скажу что это неожиданная задача технической задачей не знаю как я об этом не думал наверное это можно не включать к николаю но мне кажется нет но опять-таки с другой стороны бакалавр бакалавром гору спек гору спеком на гору спеку надо же с людьми общаться а не по степи бегать нет ну давай я отвечу егор на твой вопрос у гору спека будет своя степь но вот какими средствами мы это сделаем я пока не могу тебе сказать прям все но вот поскольку как раз и василий здесь сейчас с нами участвует подкасте могу сказать что для гору спека степь будет иначе звучать совсем гораздо полнее и осмысленнее чем для остальных двух персонажей то есть буквально с гору спеком она будет иногда прям разговаривать вот и действительно ну стадо бизонов понимаешь это классная фишка спору нет это сильное впечатление производит но затраты на то чтобы один момент такой в игре создать понимаешь они будут огромные на самом деле вот когда мы еще говорили про детализацию мне тоже хотелось напомнить про тургор где например была кузница юны у нас прям такой внутренний мем или комната я не где там стояли бутылочки в шкафах эти бутылочки все были промоделено не были стеклянные чтобы стекло правильно отображалась движке тоже надо было произвести немало сложной работы комнаты я не мы возились несколько месяцев ну это было классно спору нет но ты зашел в эту комнату как бы да ну порадовался что там столько бутылочек и столько экземпляров божественной комедии разбросал ну и в общем то забыл да один момент был хорош но все равно ты пришел пообщался с персонажем и уже ушел скорее вот с впечатлением от нее то же самое кузница юна огромное пространство эти молоты там бьют но вот ты идешь идешь по нему ради одного разговора и на самом деле получалось что допустим та же квартира олина которую ушло ну в десятки раз меньше сил она производила ну не меньше впечатления чем квартира я не хотя там было гораздо меньше бутылочек это я все к бизонам потому что поешь но нет я просто я это был был вопрос а вдруг внезапно там все-таки научиться как бы за эти несколько месяцев произойдет там прорыв в клонировании может быть действительно размножить петра потому что я прекрасно понимаю что даже со своего дилетанского уровня что это не под силу сделать ни одному человеку не целой команде тем более за такой ну а вдруг была бы такая возможность какая-то мифическая все-таки не техник ну да склонировать кучу быков наверное проще ниже чем склонировать меня ну вот потяните движок стада до горизонта я не уверен но все равно сейчас я просто опять же хочу сказать нашим слушателям которым надо интересно что мы делаем конкретно вот сейчас что у нас происходит и где опять же пётр прям встал к самому главному пулемету и собственно этот фронт в общем ну прямо на него очень так пришелся крепко у нас идет такая мощная битва за урожай потому что мы действительно уже поняли что вот та производительность игры которую вы наблюдали в мраморном гнезде которое шло хорошо только на самых мощных машинах на средних уже шло с жуткими лагами и на слабых не шло совсем эту ситуацию надо немедленно исправлять и вот сейчас собственно почти два месяца почти все собственно главные наши силы интеллектуальные брошены именно вот в этом направлении вот и петр сейчас как раз почему он занимается лодами в том числе потому что чтобы все работало быстрее чтобы игра могла запуститься в том числе и на ну скажем так средней машине вот это я все про бизонов потому что сейчас мы боремся вот как программисты древних времен которые там за каждый байт сражались потому что настолько малые были мощности да как меньше чем мощность калькулятор тогда было машины там 80 в начале 90 вот и вот сейчас тоже мы понимаем что мы там один процент сможем выгадать вот например на том что ну например у нас персонажи будут ходить чуть умнее чем раньше понимаешь и вот на этом фоне добавлять вот еще там стада бизонов ну мы сейчас вот пока не можем такие риски даже запланировать вот мы сейчас тогда такой вопрос да сэкономить везде где можно такой вопрос а не будет ли это упрощение вы жертвой своевременности да что то есть свое время и 1 мур обвиняли в том что ну как обвиняли да все это вали все это вали в том что на устаревшем движке что какие-то были недоработки то есть я не думаю что в современном мире большая проблема все таки техника на то есть момент мощные не мощные машины то есть угоду значит устаревающим технологиям работа на упрощение то есть насколько насколько это рационально сколько это шаг как бы смотреть вперед это или я уже не понимаю техническую составляющую ты несколько не с той стороны зашел но дело в том что сделать игру работающую нормально на весьма среднем железе это задача для любого разработчика потому что тем самым расширяется охват аудитории что для нас немаловажно соответственно если это будет запускаться только на топовом железе то кто бы это будет играть люди скачают это посмотрит у нас будет такие отзывы не только в прессе но и хорошо власят в личке до вася давай затрем этот вопрос затрем вопрос этот ну реально некорректный вопрос я некорректно задал но не знаю по моему в принципе все нормально как бы неважно на самом деле рассчитывать на топовое железо это категорически нельзя более того и значительно более сложные игры нежели чем у нас они идут на как бы на среднем железе и другой вопрос что у нас довольно таки ограниченные как как время так и ресурсы и многие вещи мы просто может быть сделать не успеем то есть например есть у нас были значительно больше ресурса то вопрос стада бизонов до горизонта он был был в принципе решаемый почему нет это интересно но в данном случае нам придется потратить время не на стадо бизонов до горизонта она оптимизацию игры которая как бы происходит в городе потому что это стадо бизона до горизонта это один момент в игре а все остальное это твое время в городе петр как главный кузнец в команде специалист по железу нет на самом деле вопрос про стадо бизонов очень хороший потому что на самом деле я уверен что егор тоже озвучил нечто что у многих людях сейчас ну как-то вертится на языке потому что ожидания такие от нашей игры я думаю есть не только у егора и то что мы сейчас как бы объясняем над чем мы работаем и почему какие-то вещи ну технически ну скажем так очень сильно усложняет нам жизнь они в общем я думаю интересно всем так что можно это и не вырезать слушать ребят на самом деле мы уже долго говорим давай я просто может уже закруглимся пожалуйста пожалуйста смотри на вот я вот что получается на самом деле не все очень ловко получается значит смотри петь просто я думаю что это ребят не хочу подставлять нет нет все нормально ты очень хороший вопрос задаешь петь последний вопрос к тебе да что бы ты сейчас хотел улучшить в том что ну как у нас делается мы тебя слышим так еще раз это мне вопрос нет нет это петру что бы я хотел улучшить чтобы я хотел улучшить ну в нашем производстве процессе будет драка ну как ни странно я считаю что в данный момент у нас производственным процессом более-менее все нормально единственно что единственно что хотелось бы чтобы мы такие устаканили вопрос то как мы строим город именно с технической точки зрения то есть решили бы вопрос с производительностью и тогда как бы мы могли бы спокойно далее построить весь город сразу можно но для для того чтобы построить его весь и чтобы он нормально быстро работал, нужно его оттестировать на небольшом куске, наверное. И я надеюсь, что в ближайшее время у нас получится оттестировать все это на небольшом куске города. И надеюсь, что у нас получится все со стримингом, подгрузкой и с производительностью. И тогда мы сможем это спокойненько все масштабировать на весь оставшийся город. И у нас все вне зависимости от того, какого размера этот будет город, будет все хорошо, быстро работать, везде будет быстренько все бегать без лагов, все будет красиво рисоваться и быстро грузиться. По большому счету, для меня в данный момент это одна из важных проблем. Хотя, конечно, у Николая, видимо, свои проблемы, у Айрата там свои проблемы, у Васи, у художников. Вот моя проблема сейчас видится мне вот такой. Если мы ее решим, то я думаю, что у нас все будет красиво с городом. Будет достаточно детализировано, может быть, там все хватать, пинать нельзя будет, но все будет красиво, детализировано и без лагов. Слушай, спасибо, здорово сказал. А я предвосхищаю тоже возможный вопрос. Наверное, кто-то спросит, а почему мраморное гнездо не было таким маленьким кусочком? Ну, я-то знаю почему, но просто скажи, почему. Потому что мы много времени тратили не на то, чтобы оптимизировать и продумывать, каким все это будет работать, а именно на то, чтобы оно вообще, в принципе, вышло. Чтобы можно было кому-то что-то показать, что мы не сидим и протираем штаны, а что мы работаем. И вот результат работы. Да, и вот наш результат работы. Ну и там не было кучи механик, естественно, прохожие ходили, опять же, не так, как надо, я так понимаю, контейнеры там были подключены, тоже не так, как правильно было их подключить. Ты имеешь в виду кусочек уже полноценный с полным циклом игровых механик, да? Ты это имеешь в виду? Да, 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 именно. То, что, да, безусловно, в мраморном гнезде было фактически, там не было больше, чем половины, игровых механик, там не было то, что называется сейчас у нас толпой, то есть не было реализовано толпой, то есть не было случайно ходящих прохожих, не было драки, не было драки между персонажами, не было стрельбы, очень масса, большая масса всяких механик, которые, кстати, уже сейчас есть, да. Да, они дорабатываются, оно будет принесено в игру, и тут такой момент, то, что мрамор гнезде, она была ограничена в рамках просто верхнего города, и там не было той кучи объектов игровых, которые сейчас есть, и которые нужно обрабатывать. И когда мы масштабировали это на весь город, мы столкнулись с проблемой, что просто компьютер не способен это переварить, и нам нужно оптимизировать, оптимизировать, и оптимизировать все это. И по большому счету все это в последнее время мы именно над этим работали. Но при этом нам нужно не потерять в действии, которое происходит вокруг тебя, а наоборот, выиграть, чтобы его действие стало еще больше, чтобы оно стало еще интереснее. И при этом все еще работало хорошо, точнее, не хорошо работало, а работало еще лучше, чем в мраморной гнезде, чтобы там не было тормозов совсем. И я надеюсь, так оно и будет. Ну что же, я тогда думаю, что мы будем закругляться, потому что уже и Петр Ахрип, и Николай, он наверняка нужно делать какие-то вещи. Да и мне, в общем, есть чем заняться. Спасибо, Егор, что уделил нам время из солнечного Иркутска. Вам спасибо. Спасибо всем, кто нас слушал. Да, спасибо всем, кто нас слушал. Ну и до новых встреч, наверное, в следующем подкасте. Вот. Так что, всем пока, Петр, скажи тоже всем пока. Всем спасибо, до свидания. Счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok